Привет! Тут зажигалочка. Мой муж Мик купил укулелы, и маме захотелось научиться на ней играть. Укулелы – это гавайская гитара. В этом фильме я расскажу не только об уроке музыки, где общаются люди, говорящие на разных языках, но и об этом уникальном инструменте. Ам. Да, там надо знать, где. Ну да, пальцы, вещи. Ну вот. Название инструмента на гавайском «юкулеле» переводится как «скачущая блоха». То, на что похожи быстрые движения правой руки при игре на укулеле. Кто придумал слово «укулеле»? Первое укулеле появились в конце 1880-х годов. Родина маленькой гитары – Ганалулу, столица Гавайских островов. Именно поэтому этот музыкальный инструмент с необычным звучанием называют гавайской гитарой. Изобретателем считается португалец Мануэль Нуньерс. Впрочем, он конструировал инструмент не с нуля, а лишь усовершенствовал уже существующую на тот период миниатюрную гитару врагинью – жительницу острова Мадейра. Вниз, видишь, видишь. Вниз пальцем. Вниз пальцем. Вот этим пальцем не вверх. Мама, вот этим пальцем вниз. Вниз. Вот так, ногтиком вниз. Никогда. Смотри, смотри. Мама, никогда не вверх. Нет, нет. Да. Вниз. Да. Нету, нету, нету. Нету. Да, да, да. Вниз. Да. Да. Не верно. Окей. Доподлинно неизвестно, из-за чего португальская гитара стала популярной на Гавайях. Укулэла нашла свое применение абсолютно во всех жанрах музыки. От фолка и регги до джаза и поп-музыки. Столь миниатюрный инструмент довольно быстро стал популярным во всем мире, что обусловлено его простотой и неприхотливостью. Да, да, да. Окей, so. Упсайд-дон. И... А, этом. Ну да. There you go. Не, не. Да, 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 да. Окей, now. These hands off, off, off. Убери. Не, не, не. Держи, держи. Держи. Don't, don't put your fingers on the strings. No fingers on the strings. Лидия, tell her. Не дотрагивай пальцами струны, чтоб они звучали. Не трогай струны. И делай пальцем другим. Указай. Во. No fingers on the strings. Нет. Не научишь меня это прочь. I'm the one that's teaching her. Мама. Это? Не научишь меня. Это? Смотри, как держишь. Смотри. Ну, я вижу. А не получается, ну. Ну, да. Say, watch. Ну, вот. No, 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 no. Не, 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 не. Учьи, как раз учиться. Я уже все. Мне уже не быть музыкантом никогда. Ага. No, no. Yeah. Take her fingers away. I tried to let it. Fingers? Okay, now. Не прижимай пальцами струны. Струны. Держи кул дерева, не жми струны. Подожди. Дерево держи, не жми струны. Да. Okay? Да. Указательный палец. Нет палец. Нет палец. Да. Вниз. No, 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 no. Вниз. Ага. Да. With this finger. Да. Ага. Okay. Хорошо. Хорошо. В чем разница между гитарой и укулала? Гриф укулала значительно тоньше и короче гитары. Это намного облегчает процесс игры для людей с короткими пальцами. Во время игры на гитаре людям с маленькими руками приходится научиться немного растягивать пальцы. Однако людям с большими руками, очевидно, будет удобнее играть на гитаре. Что лучше для новичка? Укулала или гитара? Легче освоить укулала, поскольку научиться играть несложные композиции, можно буквально за пару дней. На гавайской гитаре легче зажимаются струны, быстрее разучиваются аккорды. Игра на укулала помогает в развитии личности. Занятия тренируют память, помогают сосредоточиться. Вы фантазируете и творчески развиваетесь. Начинаете лучше понимать окружающий мир, наполненный различными звуками. Выстраивать, визуализировать музыку с точки зрения формы и обработки. Надеюсь, вы с интересом посмотрели мое видео об этом уникальном инструменте и о том, как могут общаться люди, говорящие на разных языках. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.